Не только детей, но и взрослых наконец начнут принимать в большинстве поликлиник края. О Барнауле, лидере по числу зараженных, речь, правда, пока не идет. Разрешение получили БИИС, Крупцовск, Калейск, Белокурь, Хазаринск, Камена-АБИ и 43 муниципалитета. Какие именно медучреждения распахнут двери, еще вопрос. Сегодня они подают заявки для одобрения в Минздрав региона. И если их меры защиты оценят как достаточные, то они смогут следить не только за детским здоровьем. Профилактические осмотры для лиц, которые задействованы в таких опасных и сложных условиях труда, это отдельные категории по диспансерному наблюдению. Это определенный размер стоматологической медицинской помощи. Плюс дневной стационар для тех, у кого может ухудшиться здоровье. Такие пояснения первые после опубликования указа губернатора о новых послаблениях режима самоизоляции. В документе мало конкретики, лишь ссылка на общие правила работы врачей при COVID-19. А между тем, планового приема врачами ждут тысячи жителей. И тому, что в Барнауле его снова отложили, многие не рады. Хотелось бы сделать диагностику органов, например. Сейчас все закрыто. Узкие специалисты, как вы без них пока обходитесь? Ну, пока обходимся. Тем временем в некоторых медучреждениях Барнаула наблюдают первые очереди. Например, во второй взрослой поликлинике. У вас сильные боли, что вас принимают врачи? Нет. Нет? Нет. А вы к какому специалисту? К лору. В микроприоте здесь все занято. В каждой кабинете очередь. То есть потихонечку, но принимают? Очень потихонечку. Эти люди здесь для медосмотра. Их количество пока не переплюнет число постоянных пациентов в период коронавируса. Травмы, конечно, которые не терпят отлагательств. Потом ОРВИ, обычный ОРВИ. Многие же не подтверждаются коронавирус. Пневмония, также обычная. Ну и больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При каких-то катастрофах они же все равно приходят сюда. Терапевтический прием у нас очень обильный, так скажем. Мы немного сокращали только время приема. Наоборот, увеличивали время приема. Потому что делали вместо 15 минут, 20-30 минут, чтобы был временной промежуток между пациентами. Официально разрешения на плановый прием нет. Количество больных коронавирусом в Барнауле пока не позволяет этого сделать. Разрешен прием экстренных больных. И нужно быть в маске, обработать руки. И лучше бы надеть перчатки. Потому что сегодня здесь, как нам сообщили, выявили зараженную коронавирусом, проверив ее температуру. Часть издания отцепили, обработали. Так что стопроцентно безопасными поликлиники пока не назвать. Это подчеркнул сегодня министр Дмитрий Попов. А тем временем узкие специалисты, которым так хотят попасть жители, откроют прием лишь на втором этапе снятия ограничений. А пока первый. Хотя и до него дотягивают не все населенные пункты края. А мне хоть кто? Мне лишь бы зайти, это самое. Да, лекарство выписать. Вопросы оказания плановой помощи вновь поднимут в эту пятницу. Если по расчетам специалистов в краевой столице волна заболевших спадет, двери поликлиник откроют. Но надеяться на послабление в этом вопросе в Барнауле можно будет только дней через 10. А завтра Минздрав предоставит точный список медучреждений, которые начнут работать в ближайшие дни. Анастасия Дороганникова, Шелко. День с толком.